Поворотным событием в истории сектора газа становится 1990 год, когда творчество группы замечает некий московский бизнесмен Финдель Симонов. Придя в восторг от услышанных записей и рассмотрев в них немалый коммерческий потенциал, он приезжает в Воронеж, чтобы лично познакомиться с музыкантами. Оставшись с довольным знакомством, Симонов вскоре приглашает сектор газа в Москву для записи следующего альбома. Так что начало 1991-го музыканты впервые в своей истории благодаря поддержке бизнесмена проводят в действительно профессиональной студии «Мир в Москве», в которой и рождается пластинка «Ночь перед Рождеством». Надо сказать, что к тому моменту сектор газа начинает протерпевать трансформацию и постепенно, не спеша, шаг за шагом, отходит от концепции полноценной группы. В рамке проекта, где главным и определяющим звеном станет Юрий Килинских, а остальные превратятся в взаимозаменяемых статистов. Но пока это была, казалось, вполне себе типичная рокировка состава для молодой группы. Перед записью пластинки сектор газа расстаются с барабанщиком Олегом Крючковым, и на смену ему приходит Александр Якушев. А сразу после окончания альбома группу покидает бас-гитарист Семен Титивский и гитарист Игорь Кущев. Если на уход первого можно было еще закрыть глаза, то уход второго стал довольно сильным ударом по группе. Самобытный гитарист Кущев стал неким аналогом Дэйва Мастейна для Кринских. И если «Рыжий демон» сумел добиться значительного успеха, пусть и не достигнув высот металлики, но став не менее значимым для поклонники тяжелой музыки явлением, то Игорь, попытав счастье с несколькими музыкальными формациями, в том числе со своей собственной бандой школы, надолго отошел от творчества, вернуться к которому, по большому счету, его побудила только смерть Кринских. По другой версии, музыканты, забыв все обиды, планировали выпустить совместный альбом. Так ли оно было на самом деле или нет, уже не важно. Но по какой же причине Кущев все-таки решил покинуть сектор газа? Сам музыкант утверждает, что виной тому стало неудачное стечение обстоятельств. В 1991-м у него умирает мама, и после ее похорон Игорь был просто не в состоянии играть на гитаре и тем более отправиться в тур. На год его затянула депрессия, и в итоге это привело к конфронтации с Кринских, что привело к тому, что Кущев больше в группе не играл. Игорь утверждает, что эта ссора и недопонимание растянулись на 10 лет. Официальная же версия гласит, что причиной ухода гитариста стали творческие разногласия. Истина же, как мне думается, где-то посередине. Кущев действительно создавал впечатление не менее харизматичного и талантливого человека, как и Кринских, но, как известно, двух лидеров в одной группе быть не может. Конечно, при должном уровне сноровки, терпения, доверия и взаимопонимания можно протянуть так же долго, как Король Решут или Рамштайн, но в итоге проблем избежать не удается никому. Аффекты же от смерти матери плюс собственные нереализованные амбиции и как средство личный конфликт и привели к тому, что случилось. Обыкновенная жизненная история, как бы цинично это ни звучало. Но вернемся к работе над пластинкой. Несмотря на наличие на тот момент еще полноценного состава, в записи альбома принимало участие всего три человека. Непосредственно сам Кринских, отвечающих за вокал, Кущев за гитарой и Андрея Тельцову, выступивший звукорежиссером и клавишником на записи. По причине того, что буклеты для пластинок создавались без участия Юрия, весь материал истинной гала-рекордс содержал недостоверную информацию как об участниках группы, так и о хронологии происходивших с группой событий. Тем не менее, концепция форматной студийной группы на пластинке ночью перед Рождеством продолжала свое движение вверх. Действительно, зачем тащить полноценный состав, теряя лишние деньги и время, если можно обойтись минимальным количеством музыкантов, а слушатель, если даже и заметит какой-то подлог, то вряд ли сильно будет париться по этому поводу. В дальнейшем это приведет к тому, что действующие участники концертного состава «Сектора газа» будут разучивать новый материал по привезенным уже готовым кассетам с Москвы и Юрием с уже готовым очередным альбомом. Отдельно стоит отметить обложку релиза с основной художником Дмитрием Самборским. Он отлично сумел поймать и передать концепцию творчества группы. Открывает альбом композиция «Привет, ребята, добрый день». Вкратчивая в лесу родилась елочка, сменяется фан-кругом в духе «Левенкала» или «Редхочери Пеппер». Сумбурное произведение в духе времени, когда старые каноны трещали по швам, а новые просто не успевали оформиться. К сожалению, проверка временем не выдержала. Ява – одна из самых известных нетренок «Сектора газа», описывающая плюсы и минусы владения отечественным мотоциклом. Этакий пацанский ответ на героя асфальта Арии. Шары – скрабезная композиция, ставящая в тупик дня. Крепшие детские умы. Какие шары и как себе их вкатил лирический герой композиции, было понятно далеко не всем. Кто-то даже пытался найти параллели с клоуном Пеннивайзом. Да, дети девяностых тоже были знакомы с ним благодаря атмосферной малобюджетной экранизации тех дней. Давай-давай, пространная композиция скорее филер, чем что-то действительно стоящее. Возможно, виновата реминиссенция из композиции Sex Pistols – God Save the Queen. Белая горячка – одна из самых околометаличных песен на пластинке. Отличный рефорк, яркая мелодика, занятная лирика, основанная на бытовом фольклоре и драматичное соло. Даже реминиссенция из композиции и его Straight Through the Heart выглядит вполне уместно. Голубь – поистине драматичная зарисовка из быта с запоминающимся рефреном. Бред, но интересно. Презерватив. Вновь Клинских затрагивает тему соцреализма, щедро черпая вдохновение из творческого наследия коллектива Queen, а именно композиции Get Down, I'll Make Love. Презерватив 2. Как явствует из названия, парафраз «Прошлые вещи», но с реминиссценциями из кавера Муслима Магомаева в путь на творческого итальянской эстрады. Щи – композиция, идущая по стопам колхозного панка и очерчивающая о рамке этой своеобразной эстетики. Музыкальное полотно вплетены мотивы русской народной песни «Сибирские страдания». Здравствуйте, детишки! Не совсем понятный филлер, созданный исключительно для того, чтобы, вероятно, запомнить место в повествовании и на самой пластинке. Здравствуйте, детишки! Снегурочка – саркастическое произведение, совмещающее народный фольклор с частушкой. Бытовой эротизм в наличии. В музыкальном полотне можно услышать реминиссценции из композиции «Расскажи, Снегурочка, где меня?» с новогодней серией мультфильма «Ну погоди». Илья Муромец – сервистическое музыкальное продолжение традиций колхозного панка, связывающее бытовуху с фольклором. «Кума» – довольно хитовая композиция, запоминающаяся припевом и густыми вайбами творчества Олега Газманова. «Ночь перед Рождеством» – лучшая композиция на пластинке и одна из лучших вещей группы вообще, направление, в котором не похотелось, чтобы Клинских дальше развивал свое творчество, превращая фольклор в современное прочтение «Вечеров на хуторе близ Тиканьки» Николая Васильевича Гоголя. Сова Кущева отлично дополняет повествование. Пятый альбом коллектива «Сектор Газа» «Ночь перед Рождеством» увидел свет 3 февраля 1991 и принес группе всенародную любовь и популярность. Внезапно, причудливые, в чем-то наивные и простоватые песни Юрия зазвучали на всю страну, из каждого, как говорили в то время, утюга. «Ночь перед Рождеством» удачно сочетала народную смекалку и простоватый юмор с популярными и не очень мелодиями, где-то подсмотренными, где-то позаимствованными, а в чем-то придуманными самостоятельно, представляя собой верное отражение тех перемен, что происходили в стране. Этакий калаш из того, что уже стало можно, и что еще оставалось несколько запретным, но по-прежнему манящим. Общую растерянность посреди стремительно разливающегося океана неопределенности. На изломе эпох сектор газа начал свое триумфальное шествие, невольно став в дальнейшем одним из узнаваемых знаков давно ушедшей и стигматизированной эпохи 90-х. Такие дела. Друзья мои, если вам нравится подобный контент и вы хотите продолжение выходов ролика в подобном ключе или на схожую тематику, то поддерживайте канал Чеканной Монеты. С миру по нитке будет Грибановскому рубашка. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Удачи.